Всем привет, друзья! Вы на канале Action Bricks и сегодня у нас на обзоре китайский наборчик на военную тематику Второй Мировой. И это у нас мотоцикл с двумя немцами и передвижной пушкой на колесах. Сразу хочу сказать несколько слов вперед про этот набор. Набор нереально крутой вообще. Я реально, когда заказывал, я не ожидал, что этот набор будет настолько крутым. Мне он очень-очень-очень понравился, потому что здесь все очень прикольно, грамотно, продумано, детализировано и все просто супер. Итак, перейдем к обзору. Для начала, что меня больше всего впечатлило, это немецкий мотоцикл с коляской. Значит, он разборной, коляска ставится отдельно, мотоцикл сам по себе может отлично стоит и без коляски, может даже ехать. Что мне больше всего в нем понравилось, это детализация. Детализация очень крутая. Здесь прям вообще круто, китайцы заморочились, делали все эти боковые фишечки, нюшечки, все классно детализировали. Здесь даже выхлопная труба снимается. Вот, вот она, вот так вот снимается, вот-вот, видим. Короче, набор просто офигенный, реально мне очень понравился. Столько деталек всяких, коляска, смотрим, коляска к нему соединяется, держится на двух детальках. На коляске есть пулемет. Также здесь есть такая аптечка, или это просто немецкая сумка. Непонятно что, она здесь держится на своих особых креплениях, которые в другим детальным лего вряд ли подойдут. Но, в целом, это ничего не меняет. Да, вот запасное колесо, сейчас мы его оденем на коляску и посмотрим, как оно здесь крепится. Ну, крепится отлично. Оно, правда, меньшего размера, чем колеса на мотоцикле, либо на самой коляске. Да, не совсем понятно, почему оно меньше, но это не важно. Коляска состоит из двух частей, основания и крышки. Разбирать ее не буду, в принципе, нет в этом смысла. Мотоцикл собирается тоже, как бы, большинство других мотоциклов. Вот можем сравнить с обычным мотоциклом, насколько он круче. Вот, обычный мотоцикл, ну, такой себе уже, привычный. А этот просто очень классный, очень прикольно сделали, китайцы заморочились. Также у нас в комплекте есть такие вот бочки, три штуки. Горючая смесь какая-то здесь, взрывоопасная, скорее всего, судя по картинке. Также в комплекте у нас идет один из немцев огнеметчик. У него одно выражение лица. У него в руке огнемет. И огнеметная система. Огнеметная система у нас держится на такой вот основе. Это какие-то пояса, сзади баллоны для огня. И трубка подачи топлива. Трубка выполнена из проволоки. То есть она может менять форму и при этом ее фиксировать. Это не пластик, это похоже на какую-то обмотку, на провод. Похоже на провод просто. Значит, сам огнемет. Тоже прикольный, довольно детализированный. Такой детальки я еще не встречал. Дальше что у нас есть? Немецкая каска и противогаз. Противогаз для огнеметчика тоже прикольно сделан. Также он разбирается, снимается вот этот фильтр от самого противогаза. И теперь рассмотрим фигурку подробнее. Фигурка у нас пропринтована прямо со всех сторон, вообще со всех. И ноги со всех, и руки, и туловище. Просто очень классно. Огонь. И принты у нас очень классные, очень ровные. Не вижу скосов никаких. Сзади, может быть, кажется, что немного ниже печать. Но, в принципе, это не бросается в глаза. И я могу сказать, что вообще на этой фигурке все просто прекрасно. Так, перейдем к обзору второй фигурки сразу. Вторая фигурка, это у нас немец с винтовкой. На винтовке есть пояс. С помощью этого пояса мы можем вешать эту винтовку за спину немцам. И получается такой неплохой функционал для нее. Так, рассмотрим второго немца. У второго немца, походу, такая же каска, как у первого, не особо ничем не отличающаяся. Принт, принты на лице очень прикольные. Есть вот даже какой-то шрам. Здесь принты такие ровненькие довольно, детальненькие. Классные принты. Тоже вся фигурка пропринтована. Руки, ноги со всех сторон. Вообще, очень круто сделаны. Китайцы прям постарались. Руки, да, отметим, руки у фигурок не разболтаны. Ноги тоже не разболтаны. Хотя тут мы видим какой-то небольшой зазор между ногами. Вот, но при этом ноги не отваливаются. Хорошо крепятся. И за фигурки можно ставить оценку отлично. Также за мотоцикл, естественно, за коляску. В принципе, тут вообще мне набор очень понравился. Значит так, также у нас идет в комплекте пушка. Такая вот на колесах. Здесь какая-то была пружина к этой пушке. Да, вот она внутри. Не совсем понятно, каким образом она работает. Здесь вроде бы как можно засунуть снаряд, но функционала в этой пружине я не вижу. Я ее, конечно, туда впихну внутрь, но не совсем понимаю, как она работает. Пушка у нас была на вот таких вот литниках. Состояла из деталей разных. Инструкции к сбору пушки нет, поэтому пришлось разбираться самостоятельно. Пушка у нас вращается по своей оси. Также вверх-вниз. И еще интересный факт. Эту пушку можно вцеплять на коляску к мотоциклу. И таким образом у нас получается передвижная пушка. Посмотрим, как это можно сделать. Да, вот, может, мотоцикл едет и за собой тащит пушку. Также у нас в комплекте сменная основа для пушки. Дальше в комплекте у нас на литниках идет три снаряда. Они очень классные, имеют очень классную фактуру и отлично выглядят. Также они могут прекрасно подходить в руки для фигуры. Немного шире, чем обычные детали, но держатся нормально. Также у нас к снарядам есть еще вот такие патроны. Составные из четырех частей состоят. Вот они, патроны у нас эластичные. И выглядят они тоже очень-очень даже круто. Также у нас есть вот детальки какого-то строения, остатков от строения. Я так и не понял, что это, поэтому я их особо и не собирал. Что еще? Еще китайцы нам положили в комплект бонусом вот такой MP40. Так, единственное, что мне не понравилось, мне кажется, этот MP40, он прям как не из набора Лего, а из какого-то другого набора. Не понимаю из какого, но положили и положили. Да, кстати, у MP40 магазин вот съемный есть. Да, и по отношению к фигуркам MP40 довольно великоват, очень даже большой. Попробуем, как он в руке. Ну, в руке он, естественно, становится, но не очень хорошо держится. И поскольку он большой, то использовать его я не буду, естественно, для мультфильмов. И поэтому он просто будет держать в коллекции. А также у нас тут вот такой вот пистолет Parabellum. Насколько я помню, это какой-то или Маузер, или Parabellum. В общем, пистолет у нас по размерам уже соотносится ближе. То есть он у нас с хорошим соотношением к фигуркам. Его можно вполне использовать как в мультфильмах, так и в играх. Вот, Parabellum прикольный. Очень такой, достаточно детализированный. Для немцев отлично пойдет. Что ж, на этом, на этом, пожалуй, все. Напор очень крутой, вообще нереально крутой. Я, когда его заказывал, я просто не ожидал, что он будет так крут. И меня это, естественно, очень обрадовало. Поэтому этот набор я однозначно рекомендую к покупке. Если хотите получить качественный набор прикольный, с кучей деталек разных, необычных, то обязательно покупайте этот набор. Ссылка будет в описании. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, рекомендуйте видео друзьям. А на сегодня все. До новых встреч!